Эта многоэтажка на улице Дзержинского, расположенная в центре Воронежа, рядом с кинотеатром «Спартак», может войти в черный список долгостроев. Не потому, что она не готова к сдаче, а из-за грубейших нарушений строительной кампании ВАПСК, действующего законодательства Российской Федерации в части охраны историко-культурного наследия. Дело в том, что на месте построенной многоэтажки ранее располагались памятники культурного наследия регионального значения – дом Харина и дом Терпаносова, которые застройщик должен был реконструировать. А на самом деле от них остались только стилизованные барельефы. Да и речь шла изначально о строительстве пятиэтажного дома, но вместо этого здание насчитывает гораздо больше уровней. Не надо такие высотные делать. Я там жила, нас сейчас снесли, и там тоже сказали три этажа, а сделали шесть. Ну, потому что это, конечно, слишком. Вот эта высота, это не нужно. Все закрывает, и вообще ни воздуха, ничего. Все закрыто. А как вообще к точным застройкам вы относитесь в центре города? К красивым очень положительно. Именно красивые здания такие, чтобы интересные. Ну, которые мешают, да, на самом деле, есть бывает так прям раз, как вы говорите, такая высотка стоит ни туда, ни сюда, но это уже некрасиво. А вот это здание, насколько оно хорошо вписывается на ваш взгляд? Ну, вот на мой взгляд, честно говоря, не очень, если так вот быть честным на самом деле. Все огромные эти здания вот в центре города, ни к селу, ни к городу, потому что это центр города. Исторические старые здания. Тут очень много таких старых было зданий, и вдруг вот такие вот какие-то монстры стоят. Абсолютно не нужны они тут. Я так думаю. Как сторожил Воронежа, вы помните, что здесь было до этого здания? Тут был домик небольшой такой. Тут жил первый секретарь обкома. Вот. Я с его сыном училась. Знаю, что вот тут был. А еще до этого, вот тут, на этом месте, вот когда-то тут был сквер большой, такой большой, до самого, до улицы Карла Маркса, он туда, там выход еще был. Тут танцплощадка была, в общем, вот так вот было. Хороший сквер был, но он сейчас тоже хороший, только маленький стал. Совсем урезали его. Субтитры сделал DimaTorzok